В ДТП пострадал ребенок и медики чествовали ветеранов. Об этом и не только. Прямо сейчас в студии Алсу Арсланова. Здравствуйте. Восьмилетнего мальчика, который упал с седьмого этажа, вывели из комы. Сейчас он находится в сознании. В субботу школьника перевели в Казань, в детскую республиканскую больницу. Состояние оценивается как стабильно тяжелое. Напомню, трагедия произошла на Химиков 57. С окна седьмого этажа выпрыгнул восьмилетний мальчик. Его доставили в реанимацию детской городской больницы. У него было множество переломов конечностей. Сильно поврежден таз и внутренние органы. Но врачам все-таки удалось. В ДТП серьезно пострадал ребенок. Сегодня напротив дома. Строителей шесть. На пешеходном переходе водитель 13-й сбил девочку. После удара она не смогла самостоятельно встать. По словам очевидцев, девочка шла по дороге, уткнувшись в телефон. Одна машина затормозила при виде пешехода, вторая не успела. Девочку с серьезными травмами доставили в больницу. По неофициальным данным, новым главным тренером нефтехимика может стать Николай Соловьев. Напомню, тренерский штаб хоккейного нефтехимика во главе с Евгением Попихиным отправлен в отставку. Такое решение приняло руководство клуба после вчерашнего поражения от Бориса. Евгений Попихин встал у руля тренерского штаба в середине прошлого сезона. В текущем сезоне под его руководством команда провела 16 матчей, в 8 из которых одержала победу. Для пенсионеров здравоохранения состоялся праздничный концерт. В этот день медработники перенимали поздравления и слова благодарности. А также вспоминали, как начиналась их медицинская карьера и чего они смогли достичь. Зал не смог вместить всех желающих, так как пенсионеров управления здравоохранения около 2000. Уже в 18.30 мы расскажем о последних событиях, которые произошли в городе. И вот одна из его главных тем. Новый сезон, новые цифры. Увеличивая температуру в своих квартирах на 1 градус, повлечет за собой увеличение платежа от 2 до 7%. Чего ждать нижнекамцам в квитанциях за ЖКУ. На этом у меня все. Я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или пишите нам на сайт ntr-24.ru. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова